Привет, мой друг, меня зовут Макс Куратов, и в этом видео я хочу тебе продемонстрировать, как реализовать вот такую анимацию, за которую я очень долгое время охотился. То есть некое появление из пустоты. Как только мы разберемся, как это сделать, я покажу на примере, где и как применяется данная анимация. Ну, мы с вами реализуем вот такую интересную задумку. Ляп-ляп-ляп-ляп. Так что, мой друг, усаживайся поудобнее. Ничего тяжелого вы для себя не услышите. Усаживайся поудобнее, мы начинаем. Ну что ж, мой друг, давайте еще раз посмотрим, как это все выглядит. То есть выезжание нашего текста из пустоты. Как мы делали это в тильде? Мы брали, рисовали шейп, заливали его в цвет нашего фона и подключали самую обычную basic animation, где выезжал текст из слоя. При этом мы наблюдали идентичный эффект. Окей, имеет право быть. Ну, а если вот брать ситуацию, где мы не можем наложить шейпа, то бишь перекрыть это текст? Как ты догадался, нам нужно как-то сделать так, чтобы он из пустоты за определенное количество времени выезжал и что-то его ограничивало. И вот это что-то, оно должно быть прозрачным. Поехали. Первое. И, пожалуй, самое важное. Вот я расписал вам шаг 1, шаг 2, шаг 3. Первое. Мы должны данный текст, к которому хотим применить данную анимацию, окутать дивом. И именно к этому диву применять анимацию. Данному диву мы обязаны overflow назначить hidden. То есть все, что находится за моими рамками, пожалуйста, не показывайся. За стандартом все элементы, все имейджи имеют overflow visible. И теперь, мой друг, если даже вот взять, примените данному тексту transforms и отодвинуть его по Y, мы видим, что мы можем управлять движением данного элемента в рамках div block 8, который имеет opacity hidden. Все, что за моими рамками, оно не видно. Первое начальное мы его разместим на 100% ниже своей высоты. И за 0,5 секунд мы его отправим вверх. Вот и, собственно, вся процедура. Но мы это делаем не в transforms, естественно, а мы делаем это все посредством анимации. Первое. Мы разобрались. Это должен быть div block. Display я поставил flex, расстоянул на всю высоту и выровнял текст по центру. Данному div block я применяю interactions, ну, имеется в виду анимация. И нас интересует element, trigger, scroll, intro view. Окей. А давайте, знаете, что сделаем? Мы возьмем h1, ctrl-c, ctrl-v. Данному div я назначу flex вертикальный. Данный класс я продублирую. И для этого класса проделываю всю ту же анимацию, чтобы вы четко понимали, как делается это все с нуля. Два наших h1 находятся в рамках div block. В вашем случае будет здесь 1h1. Выбираю div block 8 и именно ему я назначаю анимацию scroll intro view. Добавить анимацию. Название анимации. Назову heading test. Потому что верхняя у меня уже имеет название heading. И вот именно здесь мы и будем назначать, что будет происходить в рамках этой анимации. Если мы сейчас нажмем плюс и добавим элемент move, данная анимация будет применяться для div block 8. Нас это не устраивает. Мы назначили, что анимация будет в рамках div block, но для h1 heading copy. И только сейчас в actions я буду прописывать анимацию. Первая анимация. Будь добр, пожалуйста, двигайся. Окей. Как только мы добавили анимацию, снизу у нас характеристики конкретной анимации. Ну что ж. По координате y. Вверх-вниз. Ну вниз. На 100% пожалуйста отправься вниз. Если я здесь ставлю галочку. Это свидетельствует о том, что при загрузке сайта уже будет данная анимация. Имеется ввиду, что первоначально у меня будет вот такой вид. Двигаемся дальше. Мне нужно добавить еще один move. И что должно произойти? Естественно, мы делаем это без галочки. Должно произойти. Пожалуйста, по координате y вернись на 0%. 0. Окей. И мы можем сейчас посмотреть. За 0.5 секунда, без никакой задержки, у меня выезжает данный текст. Ну что мы можем здесь модернизировать? Давайте. Это немножко дольше будет происходить. Ляп. Во-вторых. Давайте line поменяем на in-out. Ну любой in-out в принципе меня будет устраивать. А ну давайте попробуем. О, отлично. Отлично. Дальше. Как мы еще можем модернизировать? Давайте добавим opacity, прозрачность. Эту прозрачность мы отправляем вот сюда. Автоматически появилась галочка. То есть первоначально, пожалуйста, opacity, будь 0%. Добавить opacity. Отправляем сюда. А здесь opacity, будь добра, на 100%. Давайте я заведомо сделаю много, на 2%, 2 секунды, ну чтобы вы наглядно увидели, за что это отвечает. Первоначально у меня прозрачность 0, первоначально у меня он находится где-то снизу. И за 2 секунды у меня opacity с 0 будет на 100%. Move. У меня движение от 100%, которое находится в невидимой зоне, до 0 будет происходить за 0.78 секунды. Окей, давайте opacity сделаем тоже 0.78 секунд. Проверяем. То есть за счет opacity мы делаем более плавный этот переход. Супер, супер. Перед просмотром. Ляп. Отлично, отлично. В своем случае я свой H1H1H copy удаляю. Что мы имеем? У нас есть hero button column, к которому я буду применять анимацию. Ну прежде чем применять анимацию, давайте посмотрим, как это все сделано. Hero button wrapper включает в себя 3 колонки. Данному hero button wrapper дисплей флексы по горизонтали. Все 3 элемента будут у меня скованы шириной 90%. Почему? Поскольку я назначил максимальную ширину 90%. Ну то есть по 5% отступы по бокам. Окей. Внутри создал, даже не создал, создал один, настроил, потом продублировал. Hero button column, который включает в себя 2 обычных текста. Данному hero button column тоже overflow hidden. Это важно. Все, что находится за моими границами, будь добр, не показывайся. И теперь именно hero button column мы назначаем анимацию. Все ту же scroll interview. Здесь ничего нового вы не увидите. Hero text. Первоначально выбрать именно тот элемент, к которому вы будете применять анимацию. Ну и собственно move первоначально. По координате Y уедет на 100% внизу. Сделай эту анимацию со старта загрузки сайта. То есть вообще первоначально она сразу снизу. Вторым шагом hero text. Вернись. Все на круги своя. Ну и я сделал еще delay. Это задержка в 4 секунды. Ну чтобы успеть насладиться этой анимацией. Окей. Окей. Теперь, так как у меня эффект настроен ко всему классу. А я напоминаю, что в рамках каждого у меня есть hero text. Что имеет единый класс. У меня эта анимация будет проигрываться для всех элементов. Мне не нужно заходить в каждый текст и назначать ему анимацию. Вот какие удобства вас будут преследовать, когда вы грамотно и правильно будете назначать классы вашим элементам. Один раз настроили и ко всем классам применилась данная анимация, данное действие и данная корректировка. Решу немножко еще освежить и не без этого прикольный дизайн сайта анимации данного имейджа. Перехожу к этому имейджу. Hero image. Все это я буду применять уже для page trigger. И создал анимацию page scroll. Page scroll. Давайте посмотрим, что я натворил. По факту ничего сверхъестественного. Первоначально, пожалуйста, будь на 100% 100%. 100 и 100 это именно тот размер, который в вашем дизайне. То есть как вы первоначально и задумали. И через 3 секунды со скоростью 0.5, пожалуйста, уменьшись на 25%. Что в итоге будет равняться 75%. При наличии этого замочка вам достаточно в одном месте поменять и это применится также и для высоты. Окей, давайте посмотрим. Раз, два, три. И за 0.5 секунд он уменьшился. Именно этого я и добивался. Вот, собственно, такое коротенькое видео я хотел до вас донести. Ну, естественно, проверяйте на всех брейкпоинтах. Корректируйте под каждый брейкпоинт ваши действия. Ну, здесь уже, пускай будут не горизонтальные, а вертикальные. Выравнивание все по левому краю. Ляп. Предпросмотр. Step 1, Step 2, Step 3. В принципе, мой друг, это все, что я хотел сегодня тебе показать. Если это видео было для тебя полезным, то поставь лайк, подпишись на канал. Я буду тебе максимально признательный. С вами был Макс Краутов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok